Итак, дамы и господа, всем приветульки! И сегодня к нам на обзор попал телефончик такой. Старенький, конечно, но еще который не потерял свою актуальность. Это очень такой качественный телефончик Nokia. Пришел он к нам издалека. Вот, и сейчас мы посмотрим на него, как он там у нас выглядит. Вот такой вот. Так, открываем нашу коробочку. Это у нас Nokia 6700 Classic Gold. Так, ну комплектик тут у нас скудненький. Зарядочка, USB кабель. Так, мануал под низом лежит. Вот, собственно, там ничего интересного больше нет. Закрываем нашу коробочку. И в сторону, в сторону, в сторону. Вот наш телефончик вот в такой вот пупырчатой штучке пришел. Ну, конечно, блин, я не знаю, вот с почты пришла немного подгулявшая коробочка такая. То ли поставщик на складе ее там кидал, швырял, не знаю. Или на почте так обращались с ней. В общем, вот такая вот она пришла. Чуть-чуть помятая. Ну, ничего страшного. Главное, что телефон целый, а все остальное как бы пустяки. Так, смотрим, что там у нас такое пришло. Так, ууу, как красиво выглядит. Вообще, телефончик просто супер. А блещит-то как. Видите, да? Очень такой солидный аппаратик. Пленочки у нас тут повсюду. Тут пленка, тут пленка. Спереди пленки. Кстати, на джойстике, если там, допустим, будете получать телефончики, царапинки есть, не бойтесь. То есть, это тоже пленка, она тоже сдирается, вот. То есть, он весь в пленках закрыт. Клавиатура, джойстик закрыт пленочкой. Там она вообще, правда, трудно сдирать, потому что она так прям под этот, вообще, заподлицо там приклеено все. И здесь тоже пленочка на клавишах управления. Вот. Так, тут у нас индикатор есть какой-то. Здесь у нас, как всегда, разъемчики. Собственно, за много лет они никуда не переместились. Да и зачем? Вот, посмотрим, что там у нас внутри. У нас батарейка стоит. Тут тоже пленочка, кстати. Так, везде пленочки. Батарейка у нас BL6Q. Голограммка стоит даже. Переливается так, если видно вам на камеру. Что-то переливается. Так, посмотрим, что там у нас под хорейкой. Такое вот все. Красиво, все чистенько. Аккуратненько вставляем обратно. Сейчас мы его включим. Крышечка у нас металлическая. Вот такая вот у нас там даже что-то написано. Надписи какие-то. Надеюсь, стейнлистилм. Там маркирация какая-то стоит. Так, закрываем. Вот так вот. Вот что мне нравится в старых телефонах Nokia. Это их микрофоны и разговорные динамики. Качество очень высокое. Просто класс. Особенно, когда разговариваешь с собеседниками. И человека хорошо слышишь. И тебя очень хорошо слышат. Жаль, что, конечно, в современных сфартфонов не во всех так ставят все это дело тоже. Экономят, блин, на всем. Ну, в общем, так. Крышечка вот эта верхняя, кстати, пластиковая. Пластиковая она почему? Потому что здесь находится антенна. Антенну металлом закрывать нельзя, потому что будет плохо ловить сигнал. А все остальное металл. Металл, металл. Это все металл. То есть такой увесистый телефончик. Выглядит очень солидно, красиво. Такой хороший аппаратик. Вот. Одно время я тоже пользовался таким. Вот. И очень даже такой хороший, солидный телефончик. И подумывал даже себе опять приобрести такой же аппаратик. Вот. Потому что со смартфоном не везде походишь. Блин, у меня 5,5 дюймовый аппарат. И он как бы, ну, неудобный. То есть в карман не положишь, вечно таскаешь его в сумке. Вот. Масса неудобств. Вот. Для работы, конечно, хорошо, но для практичности в жизни не очень. А вот эта вот штучка в карман кинул и пошел. Все. И не беспокоишься. То есть везде влазит, везде можно положить. Не надо сумки с собой таскать. В общем, вот такие вот делишки. Так. Включаем телефончик наш. Так. Батарейка у нас заряжена. Сим-карту просят. Сим-карту я не вставлял. Ну, не обращайте внимания, что тут звук так этот самый. Потому что тут пленочка закрыта просто. Поэтому такой звук получился. Так. Тут у нас еще пол батарейки есть. Угу. Зайдем. Сейчас мы язык поставим. Так. Профайл. Замес. Дисплей. Так. Нам нужно сюда. Лангуш-сеттинг. Энглиш. Здесь у нас стоит английский язык. Немецкий. По-моему, литовский, если не ошибаюсь. Еще какой-то. Короче, русский. Эсти. Какой-то. Не знаю. В общем, нам нужен русский язык. С языками здесь не густо. Но при желании любой язык можно установить. Это не проблема. Собственно говоря. Вот такой вот у нас аппаратик. Все очень красиво. Все так хорошо. Радио здесь есть. FM. Так. Чего тут у нас? Еще камера. О, фейсбук уже предустановлен. Да? Фейсбук. Почта. Браузер. Так. Это что у нас? А это у нас, походу, эта самая карта. Навигатор, да. Ови. Камера. Камеру включим. Так. Тут пленочки камеры тоже заклеены. Я ее сдирать не буду. Вот. Тут кнопочка отдельная по камеру стоит. Сейчас мы что-нибудь сфотографируем. Вот. Коробочку сфотографируем. Вот так вот. Наведем. Сейчас у нас. Раз. Фокусировался. Сфоткал. Фотки, конечно, классные он делает. Несмотря на то, что старый телефончик, здесь стоит 5-мегапиксельная камера, но фотки получаются очень хорошие. Так. Сейчас мы посмотрим изображение. Вот. И несмотря на то, что здесь пленочка на камере, фоточки яркие. Это очень хорошее. Так. Функции переделать. Так. Функции. Функции. Какие у нас функции? Весь экран. Вот такая у нас фоточка получилась. Ну, на компьютере, конечно, просматривать гораздо лучше, потому что на маленьком экране как бы не очень. Но цвета, вы сами видите, очень хорошие. Красивые цвета. Цветопередача неплохая, в принципе. Есть отличия с картинкой, да. Но на камере она как-то по-другому выглядит. Живую смотришь не так. Интересно. Так. Удалим эту фоточку. Чтобы она тут нам не маячила. Да. Удалить. Собственно. Сейчас мы еще звук, может, какой-нибудь послушаем. Так. Галерея. А где же у нас эти самые? Музыка здесь какая-то. Nokia Mobi. Услуга передачи данных. А. Это интернет ему нужен. А. Эта штучка, короче, для заказчика. Я понял. Все. Так. Давай выходи. Ссылка недоступна. Да ладно. Так. Ну вот у нас уже загруженные мелодии есть. Сейчас мы... Вот. Все. Звук, конечно, классный. Сейчас мы дальше попробуем. Что там у нас в мелодии есть. Вот. А репит он из-за пленки. Ну это ничего. Ну вот. Ну и сами слышите. Слышите. Да, звук классный какой, блин. Просто обалдеть. Телефон физнет какого года, но качество очень высокое. Очень хороший аппаратик. А ну-ка. Ого. Это еще не на всю громкость было. Нормально. Офигеть он громкий, блин. Нормально слышишь. И главное, качественный звук. Это просто круто. Классный телефон. Балдею от него. Вообще. Очень солидно выглядит. Респектабельно. Золотой цвет. Есть серебристый, черный есть. Но золотой мне нравится больше всего, потому что он самый такой... Классно выглядит. Вообще золото. Блин, он теплый такой на вид. И, блин, ну класс. Камера здесь хорошая. Звук хороший. Качество динамиков здесь как полифонического, так разговорного. На высоком уровне. Микрофон здесь тоже очень классный. Здесь вообще, по-моему, здесь, если не ошибаюсь, три микрофона. Должно быть раз, два и три. Вот. И это типа обеспечивает там супер-пупер звук на телефоне. Вот. То есть вас слышит офигительно. И вы, собеседника, тоже очень хорошо слышите. Здесь какой-то, по-моему, если не ошибаюсь, чип. Стоит звуковой там, который за обработку звука отвечает. То есть, даже если у человека там и хреновастенький телефон там с херовым микрофоном, то вы его все равно будете хорошо слышать. Вот. Потому что идет обработка звука. И вам как бы уже выдает там нормальный, нормальное звучание. Вот. И, конечно, ну это очень классно, блин, Nokia. Я вот, как уже говорил ранее, почему нельзя это ставить в современных смартфонах, блин. Потому что у меня, допустим, Asus Zenfone 2, ну там, блин, явно не такой динамик стоит, он хуже. И разговорный динамик у меня очень плохой. То есть, я слышу собеседника нормально, а меня слышат плохо. И телефон же, блин, не дешевый. Он стоит, блин, там я его покупал на момент релиза. Он стоил, короче, за, по-моему, 380 или 390 баксов. Короче, дорого. Вот. Он в одно время, он вообще еще стоил, там, по-моему, даже 400 с чем-то долларов. Короче, это и то я по дешевке купил, потому что там так получилось. Вот. И такие бабки за телефон заплатить. И, блин, с хреновым микрофоном и с динамиком. Ну, это, блин, кощунство какое-то прямо, издевательство над потребителем. Вот. Так что, вот такой вот у нас телефончик был на обзорчике, ребятки. Если кому понравился, ссылочка есть в описании. Можете зайти посмотреть, там все есть. Вот. Чтобы для приобретения. Вот. Так что, переходите, покупайте. Очень качественный телефон. Я уже не первый раз заказываю. Всегда приходится отличная, отличная аппаратура. Вот. И никаких проблем еще не было. Так что, всем спасибо. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Счастливо.